35 минут понадобилось чтобы упаковаться на следующем повороте я так и не патоли крышечки то ли баночки у нас загружены ну в общем не важно время пол седьмого по весу получается где-то тонн 14 наверно но не больше короче не двадцатка что он не может не радоваться вот здесь я ночевал вот с правой стороны вот так вот прижавшись к этой куче мусора на направо 2 налево я подразумеваешь надо поехать налево что направо потом опять направо мы там не проедет загружены вы до по самую крышу они они даже получается мне крышу не закрыли но видно может забыли или что по итогу ладно это я сам закрыл там все ну что все вам рассказать и впечатления впечатления сами понимаете заведение такое серьезное ну я вот сразу скажу что половина того что мне тут наговорили надо в киев будут вынимать все доставать там когда может быть везде по разному не знаю но ничего страшного ничего сверхъестественного не произошло ну да вот эти все электро там электро как они вся электроника то все флешки и все карты памяти там компьютеры ноутбуки регистраторы все 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 это понятно базара нет это все вынимаем все спиртосодержащие штуковины спасибо пропустил меня на бочке скажу спасибо парня я вот это а мне продукты на я все продукты поскладываю все свои коробки от всех своих причин дал авто еще ничего не надо да еще вот омывайку пришлось но спиртосодержащие что окна мыть что еще карты атласы до вопросов нет за продукт вообще никто снова канистра что я буду отблю чудовую мочевина а ну все никаких проблем ну просто что все это долго во первых заехал поздно заехал я где-то только уже наверное после часа там как у меня получается загружен я по самую крышу и побега опасный транспорт называется груз побега опасный груз транспорт все ну а как заезд и заезжаешь в эту вот в предпадник этот все открываешь даже кабину приподнимаешься там тебя собакой 100 см не трусу никакого жесткого шмона все культурно все на вы пожалуйста здесь это 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 то есть нет такого что и от многих слышно там заезжает и танцы поэтип начинает разговаривать с того как с цикл не все красиво все все аккуратно все культурно мне понравилось в плане вот отношения общения посмеялись там чё был здесь я говорю да в 2002 году девятнадцать лет назад но среда то 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 давайте все вопросов нет малом да еще надо было поспать газовый я оставил сгорел в общем то в принципе и все да ну звуком прямо показывает в общем то в принципе и все а назад ну поехали за по территории там проехать сможет метров 300 есть но это ни одному не то есть впереди сопровождающий сзади сопровождающий украшение через 100 метров вы верните налево я вознагрузы как запрещен поэдзем через 50 метров, поверните налево. Нет, знаешь, здесь почему? А тут люди направо едут. Проспект Мира. Что-то я не пойму, а направо куда я тут поеду? Я смотрю, где на полу поехали, на что-то. А не, меня мои разворачивают. Не-не-не, сейчас развернемся. На следующем повороте, поверните налево. Нет, 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 нет. Куда-то вы тут поедете меня не знаю. На следующем повороте налево. Готовьтесь к крутому левому повороту через 450 метров. Ё-мо, солнце съесть, я вообще нифига не вижу. Изменение машины. Готовьтесь к правому повороту через 630 метров. Нет, нет, нет. Через 50 метров верните направо. Вот, кстати, тут стоянка для грузовиков. Не знаю, меня обе мои разворачивают. Поехал я через город, как я ездил. Куда я тут еще круголей рисовать? Непонятно куда. Не-не-не, машинка. Там движение грузовиков запрещено, а куда мне ехать? Я не знаю другой дороги. Или проложить. На следующем повороте поверните налево. Крутим налево и пошли по прямой. Вот, кстати, проспект Мира, куда мы вчера документы отправляли. Я не местный другой дороги не знаю. Вот. Как бы со мной, да, сопровождающий. Впереди, сзади. Пешком идут. Ну, мы пришли. Подъехали. Там впереди контейнер грузился. Подождал, пока он грузится. Подъехал, все. С кабиной ты не выходишь. Ну, грузили как бы не очень долго, но я пока контейнер грузился, успел поспать. Потом. Меня грузили, я еще успел поспать. Короче, я там маленько подремал. Единственное, что не по зову природа не выскочить никуда, короче. Ну, вот. Нельзя с кабины власть. Ну, хорошо. Назад выезжаем, все. К воротам подъехал. И нифига. Встаю. Подъехал один там КамАЗ пустой. Его выпустили. Козельку выпускают. Впустили одну машину. Я не выезжаю. А этот, один, который спереди был, он ушел. А тот, который сзади, он там и стоит, а потом подходит. А, а потом... А как раз с левой стороны плац. И на этом плацу... Потом выстроили всех заключенных. Прошла проверка. И после проверки меня там на выезд. А он потом подходит там... Я говорю, а что на груму в немилости в какой-то или что? Говорит. Я, говорит, так и понял, что ты, говорит, нервничаешь. Я так понимаю, подписчик наш. Да? Окей. Красавчик. Это дача. О, видите. Подписчик. Он на перекрестке переходил дорогу. Удачи с дочкой. Вот. Блин, обалдеть. Классно. Приятно так. Я это... Ну и, короче, о чем я уже забыл, о чем я рассказывал. А. В немилости? Нет, говорит. Вот. Если, говорит, до обеда заезжаешь, то выезжаешь после часа. У них в час проверки. Я так понял. Следующая в четыре. То есть, эти проверки у них там на плацу постоянные. Вот, говорит, они по списку всех проверили, что все заключенные на месте. И, говорит, это. После этого, только, говорит, тебя на выезд. Потому что, ты, говорит, этот. Побега опасный транспорт. Короче. Я ему говорю, так все строго. А смотрю там это. Ну так-то особо не с кем было поговорить-то. Я там все время один сидел. Я говорю, а смотрю, они там документы. Вот. Один несет документы, а там еще один. Я говорю, а что такое? А что говорю? Почему? Вот они, говорю, по двое ходят. А говорит, по-моему, с прошлого года. Вообще, говорит, передвижение по одному по территории колонии запрещено их. То есть, врученые они там все по двое. Ну так-то там меня грузили. Ну там, так ходят, туда-сюда, там все. Ну все в масках этих. Все садись. Антик. Ковидных. На плац вывели юг не столько народу. Ну, скажу так. Жутковато. Впечатление жутковато. Так вот посмотришь на людей. Вот они что так вот каждый день. Месяц за месяцем. За годом в год. Да не дай бог. Тяжелое, мрачное место. То есть, все по распорядку. Ну так еще там пару слов-то он успел перекинуться. Говорит, самый длинный срок. Ну, вы именно. Колония, зона там. Особый, строгий режимы. Режимы. Алексей Николаевич, мы совсем сам в центр заехали. Ну ничего страшного. Особо строгие режимы. И говорит, это, ну, самый большой, по-моему, там у них вот. И сидеть ему до 32 года. Или 33. 34 года. А отсидел уже десятку. Получается, сколько ему дали? 23, 22, 23 года. С ума сойти. Это если вот в 25 сел, болтос вышел. Говорят, многие возвращаются. Прямо так, как говорят, которые очень много отсидели. Говорят, смысл это. Смысла, говорит, инженер. На гражданке, в обычной жизни они уже не видят. Блин, я надеюсь, что я здесь проеду. По высоте. Смысла они в обычной жизни уже не видят. Говорят, что я, говорит, всю жизнь здесь прожил. Что я, говорит, там буду делать. То есть многие вот так вот. Ну это я тоже со слов, говорит, выходят. Готовьтесь к нам. Два года, то есть, говорит, два-три месяца, говорит, погуляю и обратно. Ну, с одной стороны, как-то тоже можно понять, когда ты всю жизнь провел в колонии. Она уже многим, как бы это не звучало, но домом родным стала. Что-то я еще хотел рассказать. Короче, вот забыл. Не, ну, с ума сойти. Полноценная экскурсия по Омску. Вы видите, что? Проспект Мира. Проспект, что там еще? Кого мы там проспект смотрели? Давай, троллейбус, выезжай. А, пропускает. Вот. Так что. Я говорю, а как? Вот. А там на воротах, ну не знаю, заметили вы не заметили там написано в красном кружочке один таран, слово написано и побег 6. Я говорю, что это? Он говорит, за все время существования колонии, говорит, был один таран и 6 попыток побега. Я говорю, а удавшихся? Удавшихся не было. Используйте второй поворот направо. На следующем повороте направо. На следующем повороте поверните направо. Мне подсказывает, что там, наверное, для общественного транспорта правая полоса. Вот. Ну, говорит это, как говорят старожилы, ну, из этих из тех, кто в форме. Им ворота, говорит, открой и они не побегут. То есть оставь открытые ворота и они не побегут. Говорит, ну, смысл бежать, все равно поймает. После этого еще только срок добавит. Ну, а так вообще, да, тяжелая такая обстановка. Ну, а теперь что? Про это все рассказал. Мы загружены. Загружены мы на город Чехов. Московской области. Наша задача дотащить до Чехова. Дальше получили мы уже официальное направление на легал сервис. На Кёгель. Поэтому... Рога бы у него не забрать бы с собой. За троллейбусом. Вот. Выгружаться у нас записана выгрузка либо в пятницу, либо в понедельник. Ну, на пятницу мы однозначно не успеваем. Поэтому Спортейджу можно было, конечно, рихтануть бочину. Но жалкость новая. Новая эта. Облицовка с правой стороны. Поехали, пацаны! Поехали, 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 поехали! Какой помахал? Понял, чувак. Угодствуй справа на поворот и через один лоббит. Вот. Ну, наша задача забрать пихал Ладзибер еще. В Пензе, на Петушке. Доехать там. Долго Чехова. В Чехове. Алексей Николаевич с вещами на выход, на хаус. Михал Адзибер уже будет заниматься починкой прицепа. Ну и все остальное. Но это немножко отдаленно. Более ближайшая перспектива. Надо делать автоном. Короче, у нас сегодня часов где-то в 6 утра. Но я уже не спал. В часов где-то в 6 утра вырубилась автономка. Ну, она бывает там выключится. Нажмешь на кнопочку, она включится. Заработает. Продуется и заработает. А здесь нажимаю, а она дымит, но не включается, не запускается. Короче, ну, и так скажу я вам. Три зимы она отработала. Я считаю, что это очень даже хороший результат. Три зимы мы не знали с ней проблем. Ну, то, что там когда солярка перемерзла, когда на Коголым ездили. Ну, это просто топливо прихватило. А именно по самой автономке вопросов не было никогда. Вот так. Тюмень направо. Используйте второй поворот направо. На следующем повороте перейдите направо. О, ну, здесь уже бензовоза ездит. Кстати, бензовоз поехал, который меня пропускал. Он знал дорогу нормальную. О, сейчас мы будем артыш переезжать. Вот. Ну, я там, а она дымит вообще. Такой дымер. Я туда заехал. Я попробовал сразу, но она не запустилась. Но пока там после ночи, в общем-то, тепло было. Короче, когда к ним на территорию запустили меня в 7 утра. Я попробовал запустить. Такой дым. Я думал, что сейчас туда вообще в саму зону и не запустят. Сказать, политзону решил. Я не стал ее запускать. Сейчас вот выехал, пока раскладывался. Попробовал, запустил. Но она не запускается, в общем. Вот он иртыш в центре Омска. Ну что, Омск, спасибо за новые впечатления, за экскурсию по городу. В принципе, все неплохо. Долго, но неплохо. Но как бы особо-то не заморачиваемся по этому вопросу. До понедельника сегодня среда. Даже какая среда? Сегодня вторник. Выгружаться нам только в понедельник. Поэтому тут вообще никаких проблем. Вот не знаю, куда мы сегодня заедем. Сегодня придется спать. Будем спать на двигателе. Ночи-то холодные. Машину глушить не будем. Нафига мне туда перестраиваться. Поехали в этом ряду. Вот. Надо посмотреть сейчас. Интересно, в куртинке автономки делают или не делают. 500 метров. Ладно повернуть направо. О! Улица Лукашевича. Будем сворачивать. Сворачивать. Почти. Лукашенко. Так. По этой дороге у нас. Короче, это для общественного транспорта. Вот. Если в куртинке не делают. Не знаю. Завтра где-то. Может в Кургане. Может. В общем, надо заняться автономкой. Потому что это не делаю. Но я поводу надо снять. Разобрать. Это нормальное явление. Там уже котел. Там уже скорее всего саженное в этом котле. Сантиметровый слой. Сетка. Видно. Уже накрылась. То есть. Его надо выпалить. Вычистить. Эту автономку. И все. Она будет работать. Это нормальное явление. Профилактика. Тут. Я говорю. Она три зимы отработала. Без каких-либо вопросов. Сейчас мы узнаем. Тут до крутинки доедем. Во-первых, сейчас что мы сделаем. Первое. Мы выберемся с Омска. И надо встать поесть. Честное слово. Я так есть хочу. Я сегодня ничего не ел. Вот утром как чай попил. И на этом все. Ну. Очень хочется кушать сейчас. Выезжаем с Омска. Становимся. Кушаем. А там потом посмотрим, куда мы сегодня. Далеко не поедем. Это однозначно. Давайте посмотрим. Добавляем с Омска. Дэнди. Ни-дэнди. Дэнди. Дэнди. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 нифига себе зажжу зальем водой водой помоем болото, болото, болото болото никто не отменял я чуть не понял на что автономка работает? или она дымит я включил пошел ох, наверное она кончается она заработала ну сейчас вы сами видели она опять дымить начала похоже что ей скоро хана все таки без ремонта никак не, все таки делать надо это сетка, да и сейчас она скорее всего вырубится сейчас она прокоптится прокоптится и вырубится штабки все вырубилось смотрите какая дымера вот я тоже сегодня так вот дымил перед въездом в зону больше не стал пробовать ее запускать потому что трубодела будет думаю меня не пустят все таки думал пробьет не пробило жаль дополнительные растраты и плюс потеря времени ну как бы время то есть поехали так если по тюменскому считать то еще 7 вечера куда ехать до приюта это до Курцинки или дальше до Аббатского или до Тошнолобого ну до Тошнолобого еще зато часа три с половиной если все все пол восьмого 20 минут восьмого сейчас по тюменскому 20 минут восьмого три с половиной часа это я к 11 туда приеду в общем-то в принципе не так и поздно там может мест уже не быть я когда сюда ехал там парковался мест уже не было через 100 метров выполните разворот на дороге с КВВ движением съедьте используя четвертый съезд ай, наверное стану я здесь на приюте я просто не знаю с интернетом на приюте как используйте четвертый съезд не помню один раз там ночевал перепроложить короче поехали потом разберемся ну а кафе так себе не советую туда ходить мне понравилось украинцы 9 километров цуколинск цуколинск нет цуколинске ни разу не ночевал часто так посмотрел тут с правой стороны что есть пару стоянок калинске ночевать не доводилось но и сегодня не будем хотя он газпром свободный совсем можно было бы зато интернет хороший это вот у меня единственная с картинкой этой интернет смущает по-моему там он не очень на всяком случае мегавоневский вот крутинки еще час до Абадского в общем-то можно попробовать поехать в Абадское может так и сделать в Абадском то хоть сто процентов буду знать что интернет будет и отсюда крутинки 46 километров ну и час до Абадского это группа еще полтора часа на все про все Абадское это у нас уже Тюменская область от Тюменской области пол девятого полтора часа десять в принципе нормально наверное поеду я до Абадского вот что-то у меня один раз я там спал и что-то вот у меня какая-то ассоциация осталась что там как-то с интернетом совсем не очень с другой стороны Абадская часа от Абадского 20 минут до Таштушналогова абадское что я туда Уже добавили машины. По 50 машин допускают. Получается 50 сегодняшних. 50 вчерашних. Они еще до первого числа технику выгоняли. Авиотаж был. Я за 3 дня еле-еле выехал оттуда. Китай добавил 50 машин. Тушенка домашняя. Супы Керми. А то по весне 10 машин запускали. Представляется в день 10 машин всего. Сейчас побольше. 50. Детранс пошел. Китайская колонна. Ну да. 46 и 146. Это 190. Это у нас до... До чего? Дейшима. Ну и там... А это получается Тушнолобова. Километров 40 не доезжа. Еще метров 150. Афиг его знает. Или здесь стать раньше, выехать. Вот, блин, голодная боль. Но как-то так еще, в принципе, спать-то не хочется. Наверное, рановато еще. Все-таки поедем. Наверное, чуть-чуть. Чуть-чуть подальше. Вот он, уют. Приют, уют. Туда огромнейшая стоянка. Нет. Рано еще. Как-то, ну не хочу я пока еще. Допустим, даже сейчас стану. Спать мне сейчас еще пока что-то не хочется. По Цюменскому 9. Ну рановато. Если 9 часов паузы, то в 6 утра выезжать. Ну чисто как-то. У нас еще часочек-полтора еще мы сегодня проедем. И будет самое то. Как раз в пол-одиннадцатого стоять. И нормально. Завтра в пол-восьмого. Восемь можно выезжать. Используя второй съезд. Через 100 метров пересеките дорогу с круговым движением. Съедьте. Используя второй съезд. Используйте второй съезд. Пройдите 150 километров. В общем, будем остановиться здесь. Тушналобово. Ну и Тушналобово. В Аббатском. Просто вот туда боюсь ехать. Потому что там может места не быть уже. Время полдевятого. Такой полдевятого? Полодиннадцатого. Да. Там на стоянке места есть. Там наверно должны быть. Без проблем. Так вот. я туда поехал бы тут ехать еще 20 минут остается и все переживаю что там может может не быть место прошлый раз я заехал а места нет что здесь нет тут дорожные сети нет ничего страшного зонал переночу еще возможно придется заводиться не знаю сейчас останавливался там на 20 минут вроде как автономка опять запустилась как она эту ночь будет чувствовать я не знаю здрасьте дорожная нет у вас тут есть сейчас сколько сейчас пол 11 вот это 8 у 8 8 тоже дорожная сеть оказывается это да нормально тем более ничего ничего не надо ничего выдумывать все друзья у нас батя от прайд да а 5 часов задав там которую в хвост да задав на стоил он в пять утра а все я понял хорошо здесь и на виде тут стоянка такая как бы уже тоже забита вот пол один стоит стоянки забиты народ уже забивает рано довольно таки становятся ночевать вот мы за этим заявекой не будем слепить человечка все надо разворачиваться за и века его с левой стороны которая стоит паркуемся и все красавчик калининградский лихо так с первого захода заскочил за ну тут можно было стать здесь еще найдется кому забить вот как то так всем спокойной ночи м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok